Ребята, чья рыба? Ну, вот здесь вот немножечко, ну, видите, порядка. Аккуратненько возьмите, либо картон-то закройте, либо подметите все это. Батяна Николаевна, в интернете пишут, что ярмарка наша не нужна городу. Как вы это прокомментируете? Нужна она или нет? Ну, кому-то не нужна, а кому-то нужна. Это, как бы, это покупатели решают. Вот, это ярмарка, мы как бы посмотрели, ее проанализировали. Я считаю, что нужна, потому что покупателей было очень много. Вот будет пусто, не будет покупателей, значит, это будет явно тогда не нужна, мое такое мнение. Поэтому есть люди разные, которые хотят покупать на ярмарке, которые не хотят покупать. Продавцы у нас есть, белорусские производители, продавцы. Ну, в основном, конечно, это московская область. Есть Липецк, есть фермерские хозяйства. Но их на сегодняшний момент, конечно, очень мало, в связи с тем, что проблема закрытого города. То есть, просто так вот захотел человек приехать сегодня, он к нам не приедет, потому что мы пропуска заказываем как минимум за неделю. Краснознамецы торгуют на рынке? Краснознамецы у нас торгуют, наши предприниматели, вот на этой ярмарке у нас 12 предпринимателей местных, которые у нас зарегистрировались. В этот раз, на прошлой ярмарке их было 18, ну, то есть, потихонечку, как бы, народ раскачивается. Местные торгуют продуктами или одеждой? Нет, местные в основном торгуют фронтовары. Фронтовары, деньги, детская одежда. Это наши предприниматели. С продуктами наши нет практически. Почему причины? Причина есть. Ну, это, наверное, в первую очередь надо у них спросить. Наши предприниматели, как правило, работают в городе, у них есть либо на рынке торговые места, и сейчас время наступило такое, что сами предприниматели торгуют, то есть не продавцы у них. Значит, им нужно закрывать точку там. Я считаю, что это основная проблема, что, ну, не разорваться индивидуально. Выгодно нашим предпринимателям торговать на ярмарке? Сколько они платят за аренду? Цена, которую платят наши предприниматели, у них львотный, это их 50% от стоимости, это 500 рублей. Спасибо. А стоит место, где, ну, раз стоят, значит, выгодно. Если было бы невыгодно, не шли бы и не увеличивался поток. А сейчас все больше и больше предпринимателей наших приходят и спрашивают, как возможно стать на ярмарке. А в интернете пишут, что аренда стоит больше 3000 рублей? Я не знаю, кто пишет, сколько стоит. У нас официальный есть тариф, который утвержден, который висит. И на сайте эта стоимость, она стоит вместо 1000 рублей. Для иногородних? Для иногородних, для местных 500 рублей. Пожалуйста. Все приглашаем, кто хочет, приходите. Вы сколько платите за аренду в день? Честно сказать? Да. 500 рублей. А чушька? 500 рублей. Да. Честно говоря, скажу. 500 рублей. А в будние дни вы где стоите или нигде? Будние. Мы у нас на рынке рабочие места. А здесь выгодно стоять? Выгодно. А торговля идет? Идет, но, конечно, и там тоже идет торговля. Везде одинаково. Везде свои клиенты, у всех свои клиенты. А в выходные дни, когда ярмарка работает, у вас там точка работает? Работает, работает, без проблем. 500 рублей. Выгодно стоять здесь на ярмарке? Ну, выгодно-невыгодно, нам деваться некуда просто. Я бы... Покупатели есть? Ну, вот как видите. В основном вот так. День на день не приходится, это и однозначно, да, да. А здесь больше народу ходит, потому что когда ярмарка, на рынке народу маскается мало. А здесь у меня видно все, посмотрите. Здесь прилавок, весь ассортимент я вижу. Здесь также покупатели видят ассортимент, что у меня есть, что у меня нет. Но здесь торговля лучше, чем где-то там. Здесь выгодно стоять. Интерьер. Да, как реклама, мы вот, у нас приходят, спрашивают. Не знаю, здесь вы, наверное, как бы реклама... Дорого платить за аренду. Нас устраивает. Нас устраивает. Нет, вы называете сумму, что вы боитесь? 100 рублей. В день. В день. Мы не боимся. Нас устраивает. 100 рублей. А то как бы говорят, что мы берем 3 тысячи... Нет, вы берете 500. Покупателей мало. Ну, покупатели не особо покупают. Ну, обычно как бизнес? Обычно хорошо на ярмарке. А так где стоите еще? Вообще на рынке, на центральном. А сюда почему вы ходите? Выгодно? А потому что, когда ярмарка проходит, туда люди не приходят. Потому что тоже надо аренду платить. Каким-то образом. Если люди не идут к нам, то мы идем к людям. А вы откуда приехали? Я из Москвы. Как торговля идет? Торговля, ну как, потихонечку торговля. Выгодно что? Хотелось бы лучше торговля. Выгодно приезжать? Ну как, ну что-то зарабатывает, конечно. Торговля продуктами, она как-то проверяется? Торговля, да, обязательно. У нас заключается договор с нашей ветеринарной лабораторией. И обязательно проверяются все документы. Качество визуально проверяется. Если вызывает что-то сомнение, это либо снимается продажа. Если нет документов, эта точка однозначно закрывается. То есть ветеринарный надзор проверяет первый раз. То есть он допускает продажи, а потом ежедневно как бы проверяет, ну, выполнение, так сказать. Это всегда так было? Это всегда так было. Это было так всегда. Потому что одно из условий получения первой категории для организатора ярмарок, это заключение договора с этой лабораторией. Поэтому это не новшество. Это было вот сколько мы проводим ярмарки, столько это и есть. Бывают нарекания на качество продуктов, что продукты просрочены. Это так? Нет, нет. Я такого не слышала, ни одной жалобы не поступало. На некачественные продукты и просрочены. Однозначно нет, потому что ветлаборатория проверяет не только документы, но и качество продуктов. Их никто не допустит как бы к разрешению, к реализации. Но если возникают какие-то ситуации, то об этом нужно говорить. Если мы выявим такой случай, значит мы этого предпринимателя просто больше не пустим. Вера Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Какими судьбами на ярмарке? Какими судьбами? Да кое-что нужно купить к Новому году. Что-нибудь подобрали себе? Да, подобрала. А потом еще здесь молочные продукты хорошие. И я покупаю всегда вот здесь на ярмарке творог, сырый. Мне это нравится. А еще сухофрук. Спасибо. Месяц назад мы объявили конкурс на приобретение палаток однотипного, одного образца. И палаток более как бы, мы будем считать, более привлекательных, более эстетичных. Ну сумма вот контракта 500 тысяч. То есть это не такое дешевое удовольствие. Но тем не менее мы идем на эти затраты, для того, чтобы ярмарка не была так вот, немножечко, чтобы не было там синий, красный, а чтобы все были единого образца. Вот где-то через 10 дней нам будут поставлены эти палатки. И уже немножечко как бы внешний вид ярмарки изменится. Вот машины сейчас вот здесь, мы как бы видим, где было у нас очень много машин. Сейчас нет, вот там дальше стояночка, там они стоят. И стоят на парковке, легковые стоят на парковке, которая за домом офицеров. А машины, которые грузовые, которые там не становятся, мы ставим вот на эту стояночку. А как с электричеством, с так называемыми соплями? Ну, соплями мы по максимуму, мы с соплями этими боремся как бы давно, давно. Сейчас мы пока временное решение нашли, мы пустили по флагштокам, мы пустили как бы кабель дома офицеров по верху. Но сейчас будем более плотно работать с нашим энергетиком для того, чтобы сделать это более... Ну, хотя безопасно и на прошлой ярмарке не было. То есть, все было проведено как бы, как положено. Другое дело, что, может, это было не так аккуратно. Ну, будем работать над электрикой дальше. Дальше у нас договор заключен с жилищным, с коммунальным хозяйством на вывоз ТБО. Обязательно, то есть, они ставят контейнера, и мы, как бы, оплачиваем это, вывозят. Как часто они вывозят? Как часто вывозят? Ну, они вывозят раз в три дня. Вот стоят здесь три... Они ставят то количество контейнеров, которое нужно, допустим, 3, 4, 5 для того, чтобы, как бы, заполнялись. Мы заключаем также договор с коммунальным хозяйством на уборку площади до начала ярмарки и на уборку площади после ярмарки. Мы заключаем договор с энергетиком на подачу электроэнергии, то есть, это тоже все оплачивается. Мы платим за аренду земли. То есть, КУГИ нам выставляет счет на три дня на оплату земельного участка, который под ярмарку. Это тоже, как бы, оплачивается. Мы заключаем договор с биотуалетами. Мы их тоже привозим как раз вот на момент проведения ярмарки. То есть, мы на завершение строительства бани брали кредит 20 миллионов. И сейчас эти деньги идут, ну, частично, конечно. Не хватает полностью на оплату кредита, но идут на оплату кредита. Кредит этот у нас 600 тысяч кредит и какие-то 200 с лишним тысяч процентов. Ну, ориентировочно где-то около 900 тысяч в месяц. Это кредит, который нужно погасить часично, а это вот ярмарки. То есть, это очень, так сказать, для предприятия большое подстояние. Вы сами лично покупаете продукты здесь? Я сама лично покупаю только у себя в магазине. Мне просто нет необходимости покупать, наверное. У нас в магазине предоставлен весь ассортимент тех товаров, которые здесь есть. И я не покупала ни в одном магазине. В городе Комиссаре.